МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Дети из Ненинского округа, организованно отдыхающие в Анапе, в санатории Вимлюк, посылают сигналы СОС своим родителям. Родители забили тревогу к решению проблемы детского отдыха, который для юных северян обернулся курсом выживания, подключились региональные власти. Лечение от коронавируса в регионе получают 272 человека. Это на 34 человека больше по сравнению со статистикой предыдущего дня. В поликлиниках Наринмара и поселка Искатели приостановлен плановый прием. Нагрузка на медиков возросла кратно. Экстремально, спортивно, креативно, киберактивно. Чем увлекается в столице Ненинского автономного округа современная молодежь? Летний отдых или курс по выживанию. Шесть детей из Ненинского округа, организованно отдыхающие от Ненинского автономного округа в санатории Вимлюк в Краснодарском крае, подают сигналы СОС своим родителям. Те, в свою очередь, бьют тревогу на уровне региональной власти. Подробности в следующем материале. В Ненинском округе многие годы действует программа по организации летнего отдыха детей. В Анапский санаторий Вимлюк, который по отзывам казался очень хорошим, организованно были отправлены шесть подростков в возрасте от 12 и до 15 лет. На выходных ко мне обратилась жительница нашего округа. Ее ребенок в пятницу в составе группы из Наринмара вылетели в санаторий Вимлюк, город Анапа. И от ребенка стали поступать жалобы о том, что не очень хорошо кормят, плохо обращаются с детьми, в принципе, условия содержания не соответствуют нормальным. Александр Чурсанов сразу же сообщил об этой проблеме у полномочной по правам ребенка в Ненинском округе. Вчера я вела переговоры со своей коллегой из Краснодарского края. Отправлено уже ей обращение официальное. И, в общем-то, меня заверили, что в очень скором времени будет проведена проверка с подключением Роспотребнадзора города Анапы и прокуратуры города Анапы. Кроме жалоб на питание и персонал, дети также жалуются на то, что им мало разрешают купаться в море. Санаторий Вимлюк был выбран на основании открытого аукциона, который выиграла организация санаторного объединения. Все требования для участия в аукционе были соблюдены, включая наличие лицензий. Требования, которые были прописаны для приезда детей, они соответствуют требованиям санпинов, в том числе и питания, которое было там организовано. Поэтому, исходя из той информации, которую мы сейчас получили, принимаем решение отправить проверяющего для исполнения контракта, который подписан 14 мая. По результатам проверки уже будет приниматься решение. При неисполнении условий контракта его, конечно же, расторгнут. Но отправят ли детей обратно в округ или сменят сам санаторий, пока непонятно. Решение будут принимать на основании результатов проверки. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал Север. По данным на 22 июля лечения от коронавирусной инфекции получают 272 человека. С учётом четырёх выздоровевших, это плюс 34 человека к статистике предыдущего дня. На лечении с диагнозом COVID-19, подтверждённым результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс находится 254 человека. Ещё у 18 пациентов диагноз заболевания COVID-19 был подтверждён результатами исследований методом иммуноферментного анализа. Всего в настоящее время лечения получают 272 человека. Из них в стационаре 66, амбулаторно – 206. На учёте в Управлении Роспотребнадзора состоят 607 человек, близко контактировавших с заболевшими. Нагрузка на медиков возросла кратно, как в стационаре, так и в поликлиниках, обслуживающих амбулаторных больных. Вице-губернатор Андрей Блощинский 22 июля посетил ковидное отделение Ненецкой окружной больницы, пообщался с медперсоналом и поблагодарил врачей и медсестёр за их такой нелёгкий труд и терпение. На сегодняшний день вы – наша группа десанта, которой можно применить только одни слова «никто, кроме вас». Это действительно так. Третья волна пандемии коронавируса, отмечают медики, гораздо опаснее, чем предыдущие. Ковидный вирус ведёт себя более агрессивно. Владимир Тихонов работал в красной зоне инфекционного отделения во вторую волну пандемии. Ему есть с чем сравнивать. Вирус сейчас по-другому не переносится. Вирус, можно сказать, утяжелился, потому что пациенты поступают более молодого возраста, более в тяжёлом состоянии. Каждая смена медперсонала длится 24 часа. Большую часть этого времени врачи находятся в красной зоне с пациентами, оказывая им жизненно необходимую помощь. Самая большая наша проблема, когда нам не хватает места для госпитализации. Вот эта проблема есть. И что бы там ни говорили, приходится и кровать и поднимать, и расставлять, и разложить. И не всегда у нас вот так вот всё хорошо и спокойно. Бывает, вот даже мы переживаем из-за того, что мы не можем нормально разместить наших пациентов. Потому что мы же понимаем, они себя плохо чувствуют, да, вот им тяжело. Хочется, чтобы у них были условия какие-то вот максимально удобные. Но вот, к сожалению, не все мы сейчас можем им предоставить все такие условия. Народу много, палатов народу много. Но люди больные. В стационаре находиться тяжело. В отличие от двух предыдущих волн, третья значительно помолодела. Пожилые люди есть, но они не большинство. У нас есть люди уже, которые и помоложе, и вообще есть молодые люди, да. У нас тут где-то и дети немножечко прибаливают, может быть. Ну, к счастью, может не так тяжело, как взрослые, но мы уже видим больше случаев заболевания и среди детей. В стационар окружной больницы пациенты поступают в средне тяжелом и тяжелом состоянии. Они настоятельно рекомендуют всем соблюдать все меры безопасности и пройти вакцинацию, чтобы облегчить жизнь не только себе, но и окружающим. Василий Хатензейский, Владислав Носкин, Телеканал Север. С 22 июля временно приостановлен плановый прием пациентов во взрослой и детской городских поликлиниках и в центральной поликлинике Заполярного района. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. Решение о приостановлении плановой помощи в поликлиниках принято на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Оно направлено на сдерживание распространения инфекции на территории региона. Как сообщили в профильном ведомстве, с сегодняшнего дня поликлиники региона осуществляют только экстренную неотложную помощь. Плановая медицинская помощь пациентам с плохим самочувствием будет оказываться на дому. Плановая помощь продолжит оказываться пациентам с обострением серьезных хронических заболеваний. Также будет оказываться хирургическая и травматологическая помощь. Постановка на учет по беременности, проведение иммунизации также будет осуществляться в плановом режиме. Пациентам с симптомами острых респираторных заболеваний, повышенной температуры, плохим самочувствием медицинскую помощь окажут амбулаторно. Для этого необходимо вызвать своего лечащего врача на дом по телефону единой регистратуры, номер которого вы видите на ваших экранах. Плановые приемы, в том числе диагностические исследования ранее записанных пациентов, временно приостановлены, как и медосмотры, за исключением медосмотров, необходимых для поступления на работу и учебу. Предоставление льготных лекарственных препаратов для пациентов с хроническими заболеваниями будет осуществляться по заявке через волонтерский центр. Подать заявку на льготный рецепт можно с 15 до 18 часов по номеру мобильного телефона, который сейчас на ваших экранах. Проблем в населенных пунктах, связанных с дефицитом специалистов, всегда хватает. Желающие приехать в глубинку, работать в сельских медучреждениях не так много, несмотря на то, что в Ненецком округе создаются все условия для работы медперсонала. Одно из самых крупных медицинских учреждений региона в селе Оксино этим летом практически осталось без медиков. В чем причина, расскажет Александра Литкова. Еще пару лет назад получить медицинскую помощь, не выезжая из села прямо на месте, для жителей села Оксино, особенно для пожилых людей, не было проблемой. С весны у нас тут такие перебои пошли, что вообще безобразно было. Но это вы тут в курсе, наверное, уже. Тут и начальство приезжало, все разбирались. У нас больница такая хорошая была, до такого дня с войны не остаются. Столько кабинетов было, столько у нас люди работали вообще. За последние два года у нас тут три или четыре человека просто их выдавили отсюда. Ну, выжили, как по-нашему говорить. Невозможно было работать. А может, остается, что мы вообще никому не нужны остались. В городе тоже нам не очень там рады. С этими талончиками, со всеми. Все говорили, что нужно звонить, записывайтесь. А толку-то что? Я говорю, я всю весну проездила, я столько, как говорится, и денег, конечно, ухлопала, и все. Но деньги, деньгами я бог снимать. А то, что здоровье не поправило нисколько, так я не знаю. А я тут всю весну четыре раза в город езжу, я ни в один кабинет пройти, во-первых, не могла. Там меня до того, до меня дотыскали, что и карту утеряли. И сказали, что езжайте домой, мы карту поищем. А когда они ее найдут, я не знаю. У меня болезнь, это прогрессировать начинало. К ревматологу нужно было. Пока врача не было. Потом тут у них вообще какие-то заминки были. С начала июля три населенных пункта – Оксино, Хангурей и Каменка – обслуживал один специалист – фельдшер Дмитрий Спиридонов. По графику в понедельник-пятницу в Хангурей я веду прием. И, соответственно, выезжаю на круглосуточные вызова. Заговорились с местным жителем, чтобы он меня поплатил, и взял на водки своей до Хангурей. Далее, 12-го числа, получается, меня отправили в Оксино. Попросили заменить там на неделю, пока не найдут человека на замену. И в течение недели я, получается, был один на три деревни. Как оказалось, медики, работавшие в здравпункте в Хангурее, отправились в отпуск. А практически весь персонал больницы в Оксино уволился во главе заведующей после череды внутренних скандалов. Таких каких-то внутренних войн мы никогда не вели. Если какие-то текущие вопросы, несостыковки или претензии возникали друг к другу, то мы решали это все буквально в течение 15 минут, ну как, личным разговором. А каких-то намеренных войн и прочего, что вот как я прочитал, их не было. Потому что главный вопрос после того, как я прочитал все эти вещи, а каких целей они добивались вообще. На днях Оксинскую больницу по приглашению профильного ведомства возглавила фельдшер Дарина Егорова, которая говорит, что, скорее всего, останется здесь надолго. Пока только приехала. Здесь много больных, которые болеют коронавирусом и инфекцией, COVID-19. Поэтому пока на первое место это лечение и здоровье населения. В настоящее время лечение от коронавируса в Оксино получают 6 пациентов. 155 жителей села вакцинировались. В Оксино проживают почти 400 человек. Фельдшер надеется, что среди молодых специалистов-медиков в скором времени найдутся желающие приехать на работу в населенный пункт. Безудержная энергия и фонтанирующие идеи – все это присутствует в любимых увлечениях молодого поколения. О самых популярных расскажем в следующем сюжете. Некоторые считают, что в Нейнском округе замороженная молодежь. Но это совершенно не так. За любимым занятием их глаза горят. Регион развивается, и молодежные объединения различных направлений набирают новые обороты. Наши первые герои, участники спортивного направления стрит-воркаут, уверены, что ЗОЖ – это модно. Группа единомышленников решила посвятить свое свободное время спорту. Уличные спортсмены подняли свое хобби на новый уровень. Молодые люди организовали объединение воркаутеров. И 29 октября 2020 года официально зарегистрировали организацию. Сейчас в ее рядах впечатляющее количество участников. Воркаут – это такое движение, такое течение, когда используются в основном свободные веса. Свой собственный вес, упражнения на статику, на выносливость, на акробатику. Физическая подготовка молодых людей впечатляет. На уличных снарядах спортсмены выполняют трюки различного уровня сложности, прокачивая силу, ловкость и выносливость. Отметим, что зимой занятия не приостанавливаются. На лжероллерной трассе у спортсменов есть оборудованный зал. У нас есть зал, специальный воркаут. Есть недавно совсем создалась федерация воркаута. Зимой у них есть собственный зал, они занимаются там. Есть спортивная площадка специальная, есть гимнастические турники. Все необходимые инвентарь – это все тоже у них присутствует. То есть, если кто-то хочет, желает участвовать, заниматься воркаутом, все условия для этого в настоящий момент созданы. Еще один популярный вид спорта у молодежи – катание на скейтбордах, самокатах и BMX. В юбилейном парке в столице округа есть оборудованная площадка для развития этого направления. Александр Иванов – представитель BMX. Занимается этим видом спорта с 15 лет. О данном направлении узнал из интернета. Учился трупом с помощью видеороликов. Лучше кататься, заниматься спортом, чем вредными привычками, всем таким. То, что катание на скейтбордах, самокатах и BMX считается экстремальным видом спорта, только больше привлекает ребят. У нас в парке все экстремальное. Страшно кататься, конечно. Все страшно. Не бывает ничего не страшного. Приходил там с синяками, то это сломал, то это сломал. Там кровь была, синяки еще. Ян Споченков – молодой спортсмен. Выбрал для себя кикскутеринг, катание на самокате. И, несмотря на столь юный возраст, уже стал победителем в соревнованиях-райдерах в категории скейтбординга, которые прошли в Наринмаре в рамках Дня молодежи. Я участвовал, первое место занял. В самокате выиграл 10 тысяч, первое место. Родители меня поддерживают в моем увлечении. Спорт с недавних пор вышел и на компьютерный уровень. Министерство спорта Российской Федерации 3 июня 2016 года издало приказ, согласно которому киберспорт официально включен во Всероссийский реестр видов спорта. А это значит, что в самом ближайшем будущем соревнования по киберспорту будут проходить под эгидой Министерства спорта. А их участники смогут по итогам состязаний получить звание Мастер спорта России, заслуженный Мастер спорта России и Мастер спорта международного класса. Проведение турниров – это один из ключевых моментов. Определить, кто все-таки лучше. В спорте что важно? Определить, выявить лучшего. Лучшую команду, лучшего игрока и так далее. В киберспорте то же самое. Компьютерные дисциплины подразумевают, что есть какие-то соревновательные этапы, которые нужно проходить, чтобы выявить лучшего. Андрей Канев увлекается компьютерными играми с 6 лет, еще со времен приставок Дэнди. После появились первые компьютеры на старой операционной системе. А в настоящее время играет уже на высококачественных компьютерах. Интерес появляться стал связанный с трудностями запуска некоторых каких-то игр. То есть тогда не было интернета, помощи негде было найти. С тех времен прошло много лет, а интерес к компьютерам не угасает. Андрей Канев собирает компьютеры для себя сам. Киберспорт стал активно развиваться относительно недавно. В Ненецком округе он стал набирать обороты около двух лет назад. Все потихоньку мы стали выходить на мир, играть, то есть наши команды с СНГ. Андрей отмечает особые плюсы киберспорта. Каждый, наверное, может реализовать себя в нем. То есть и люди с ограниченными возможностями, то есть любой, абсолютно любой. Я много раз видел, как люди ногами не хуже играют. Дети, взрослые, то есть абсолютно, то есть леди в возрасте могут себя найти в игровой сфере. Но в любой деятельности есть как плюсы, так и минусы. В киберспорте особенно важно соблюдать меру. И чтобы прийти к успеху, нужно отказаться от всего, то есть на это очень много времени положить, чтобы достичь каких-то высот. И вот этот риск, он бывает неоправдан, то есть можно ничего за это не получить. В Наринмаре для киберспортсменов открыты специальные клубы, в которых возможно развивать свои навыки, соревноваться и просто весело проводить время с друзьями. Современная компьютерная графика, она вышла на новый уровень, и чтобы ее реализовывать, необходимо, чтобы технологический прогресс в этом направлении, он очень сильно развивался. То есть появился спрос на компьютерные клубы, где можно прийти, поиграть на очень мощном железе, на современной периферии и получить удовольствие действительно от игры. Помимо уличного и компьютерного спорта, в Ниндском округе развивается и творческая индустрия. Талантливые художники активно украшают улицы города оригинальными рисунками. Игорь Чуклинз еще с раннего детства любил рисовать. На протяжении жизни не бросал увлечения, развивался, узнавал новые направления. В настоящее время занимается преимущественно уличным стилем граффити. Меня это как-то зацепило, вообще в целом писать именно шрифты, свое какое-то выдуманное имя. Как и любое творчество, граффити – это способ самовыражения, возможность заявить о себе и реализовать свои способности. Меня это больше привлекает тем, что стиль, в котором я рисую, он называется «вайлд», то бишь «дикий». Лично для меня именно через этот стиль, через его хитросплетение букв, элементов и прочее, можно выразить определенные эмоции, допустим. Либо же что-то сказать, выплеснуть эмоции. С компанией «Друзей» Игорь развивается в уличном творчестве. Ребята реализуют свои идеи и делают наш город красичнее и современнее. Катрина Тайбарей, Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.